привет всем сейчас я хочу вам зачитать интересную статью которую мне скинули с блога значит хроника гибели германии это все связано с толпами мигрантов с той ситуация которая возникла в германии с проблемами в северной африке то есть что получается сейчас перед тем как зачитать дневник вот этого классного блогера женщины сказаний которая училась в германии тут написано его народом сказали в германии замуж натурализовалась разбила решила подведить диплом высшим обладания начать работать разбили странные аналогичные действия правительства германии вот я бы хотел начать читать там даже здесь с 9 января до для того чтобы не сильно мелькали впереди там личные кита данные я естественно разрешение не спрашивал но поделиться хотел что получилось значит вся беда в том что германия великобритания испания португалия то вся европа были после второй мировой войны превращены в самый настоящий хлам включая великобританию то есть появился гитлер все знают почему в общем то в май кампфе написано почему появился гитлер если отбросить шуф шелуху вот и появился лидер ужасный лидер черный лидер который по сути дела объединил германию сделал страну богатой ну и как то так получилось он решил напасть на россию хотя ему многие говорили что не делай этого то есть была та же объединенная германия под предводительством гитлером где неугодных стреляли вешали резали садили высылали все остальное но германия начала процветать и вот она решила что процветать больше надо напасть на россию и потухла то есть после второй мировой войны германия была разбита в хлам появилась восточная зона западная зона опять отбрасывая всю шелуху строения кто кому подчинялся кто какие идеи слушал но немцы благодаря своим генетическим особенностям построили сильную мощную германию то ли западную в которой было больше сосисок и больше тряпок то ли восточную в которой человек по достижении совершеннолетия молодой получал однокомнатную квартиру если не была семья я германию восточку знаю круто и вот представляете страна построена тут появилась стая тихих серых генералов которые создали европейский союз воссоздали империю гитлера но уже это построенную не на силе штыков а на силе денег и на коварстве денег и вот построен евросоюз первые пять стран вошли в него германия франция ассоциирована великобритания еще кто-то там да значит вошла эта страна начался евросоюз евросоюз распространился и в момент создания евросоюза читал много нормативных документов при создании евросоюза серые генералы обещали что уровень жизни будет в дно присоединившихся странах такой же то есть обещанки циатсянки а на самом деле все другое потому что эти люди исповедуют пятикнижие и для не человеков недочеловеков они обещают одно а на самом деле делают другое то есть деньги сегодня деньги сейчас пошли вы нафиг завтра значит это краткая история евросоюза и вот когда начали присоединяться прибалтийские страны польша испания португалия до 1 1 стран была ирландия которую посадили на финансовую иглу и она еще лет двести будет барахтаться отдавая долги значит присоединились новые страны которым было написано что уровень жизни пенсии работа все гарантировано но что же произошло на самом деле вот эти разжиревшие страны они посчитали что они самые крутые в мире и что только лишь за идею евросоюза они будут руководить оставшимся евросоюзом а оставшиеся люди будут работать платить налоги содержать евросоюз конкретно это сейчас брюссель это серая банда которая управляет вся инфраструктура управления евросоюза включая президентов европы то есть это все просто клавиши по которым тюкают из брюсселя значит что оказалось но присоединившиеся страны фабрики заводы атомные станции сельское производство куча всякого прикладного хозяйства которая содержала эти страны так как она не входила по надуманным по надуманным мотивам по стандартам евросоюза естественно все закрылось и остались масса людей без работы все это искусственно созданно устремились в евросоюз на самом деле поляки румыны болгары испанцы португальцы до тех пор пока не были евросоюзе жили хорошо допустим испанцы в среднем получали на стройках три тысячи долларов было до аграрная страна но зато у них все было все было чистое классно были самые классные в европе курорты после того как они присоединились у них колоссальная безработица 6 миллионов нелегалов 6 миллионов людей без работы в германии немножко дело посложнее там правительство пытается контролировать но в момент образования евросоюза серые генералы начали или черные или подпольные генералы начали прививать страны новые законы гомосексуализм это хорошо это хорошо это хорошо это хорошо то есть разрушена основа каждого из государств или совершена попытка разрушение базовых основ каждого из государств а базовая основа каждая из государств это семья нету семьи в будущем нету государства в германии ситуация сложная особенно в западной с момента окончания второй мировой войны институт семьи разрушен основательно церковь превратилась в клоунаду где попы разных концессий просто заточены на получение денег и личных удовольствий в основе своей не все в основе своей но это основа своя создала предпосылки того что целостность европы а точнее каждого из государств начала разваливаться и со временем пока еще польша прибалтийские страны барахтаются сопротивляются они очень свежие но рано или поздно у них система развала семьи добьется своего и если кто не понимает почему разваливается семья и семьи развалится люди начинается спи начинают спиваться а женщины начинают сошлендрываться да такое слово и вот сейчас если мы смотрим в европе просто коллапс германия задыхается от эмигрантов разрушенные страны северной африки выплеснули в европу колоссальные толпы эмигрантов идет полностью переформатирование осознание того что же на самом деле происходит а происходит следующее один инструментов развала национального государства это направление туда потока легальных нелегальных эмигрантов для того чтобы те кто создавал богатство материальные духовные на протяжении последних 50 60 70 лет создавал каждую страну надеялся на то что в старости будет жить ну как бы заслуженный отдых да на самом деле сейчас вынужден делиться своим бюджетом для того чтобы тех бездельников или тех несчастных стран завоеванных жестоким путем и жестким содержать что же на самом деле происходит европе в среднем около 500 миллионов человек если европа примет 10 процентов от своей популяции 50 миллионов выходцев из африки ничего страшного не произойдет даже если примет 100 миллионов ничего страшного не произойдет просто все европейцы станут жить как африканцы в свое время сделаю такое маленькое отступление сто лет назад чуть больше один английский генерал после своего рельда решил построить на территории современного южноафриканской республики государство эта история есть описано даже на русском языке там жили маленькие племена низкорослых людей да там нашли золото да там нашли бриллианты белые буры работали как ослы для того чтобы построить государство естественно они начали привлекать на работы с соседних африканских стран черно рабочих рабочих со временем это превратилось бог знает что развился апартеид но в одно время нельсен мандело взял власть стране потому что количество чернокожих рабочих привалило условиях конечно были не такие каких них эксплуататора короче южной африки нет есть южноафриканская республика это пока еще остатки былого могущества вот примерно такой путь ожидает европу потому что в основном африканские жители они традиционно генетически тысячелетиями вырабатывался совсем другой стереотип и другой генетический тип человека неспроста будем говорить так бог разделил континентами разные расы так вот вот это огромное количество но нельзя их назвать бетлами да ну можно бетлами назвать ринется в европу будет требовать социального жилья социального обеспечения но от этого просядет любая экономика это один из методов уничтожения то ли национального государства то ли европейского союза и те кто это делают прекрасно себе осознают и дают отчет что происходит но не обязательно там немецкие британские или другие клавиши по которым тюкают вот и вчера камеру на стене фейсбуке выкинул пожелание что как бы вот и мы надо помочь сирийцам мы можем я буду просить избирателей что две тысячи сирийцев мы можем принять на самом деле будут приняты тысяч двадцать и сами понимаете никто считать их не будет но это сядет на бюджет это содержать сирийцев и других будут те кто от деда прадеда строил мощь британии и они будут получать сейчас меньше пенсии больше отчисления налогов ну короче вся вакханалия по сути дела германия германия великобритания и конкретно лондон на тингем другие города постепенно превращаются в такие вавилонии которые потом перетрансформируются в содомы и гаморы а это уже по сути дела произошло англи анличане на натуральные анличане продают жилье от ползают другие страны в которых еще можно жить много британцев уехала в латинскую америку же продав здесь дом за миллион уехав туда этих денег ему хватит до конца дней вы детей его ну вполне возможно но оставшиеся в британии уползают провинции пытаются как-то там живут своей жизнью то есть можете посмотреть какие-то ролики у меня есть вот и у европы тоскливое будущее а сейчас камероны другие просят россию путин помогай принимай африканцев но вы видите в подмосковье африканцев много чем они занимаются жители москвы знают вот я уже не говорю о нюансах с игилом так вот я хочу почитать этот дневник начиная с 9 января я уже сказал это галина иванова называется наберите в нет если хотите почитать полностью статью то есть эта статья называется правильно хроника гибели германии поехали начинаем с девятого я считаю пятое ну ладно с 5 марта интеграция даже не с 5 марта я прочту вот я начал отсюда с 9 января вот вы можете жители мюнхена собираются провести демонстрацию в поддержку миграционной полиции кто протестанты много самих беженцев с профессионально несчастной милицией и уродливых те так 50 плюс которые не тайна которые это не тайна активы активно пользуют молодых африканцев есть гомософталистика то среди которых модные черные партнеры кстати 95 процентов это молодые парни если вы видели я в ролике показывал вот есть короче есть это самое сети короче всякая фигня что происходит в школах во многих школьных столовах запретили подавать свиные сосиски колбасу и паштет запретили даже приносить такие бутерброды из дома в классах отменили уроки религии со стен сняли распятие рождественские каникулы переназвали это теперь зимний перерыв в бассейнах открыли специальное отделение для купания в одежда школах мусульманам разрешили не ходить на уроки плавания голые ноги купальника их оскорбляют во многих компаниях в рамадан сотрудникам предлагают не есть не пить чтобы не смущать мусульман 17-летней девушки подожгли волосы за то что она шла без платка кстати кстати во время нападения на жарли ябдо ни одна газета не написала что это были мусульмане потом это прошло значит потом это указывалось значит еще интересная вещь 22 января пустые бутылки вместо достойной пенсии собирание пустых бутылок помогает многим немецким пенсионерам держаться на плаву для многих копаний в мусорных урнах единственный но унизительный способ выжиб поэтому пенсионеры мюнхена просят мэрию поддержать инициативу других городов установить на урнах так называемый круи для сбора пустых бутылок кстати в мюнхене был был крутейший город там была очень сильная украинская диаспора а вот интересно теперь другой в россии живет миф о богатой германии это пишет человек проживший долго в германии но это миф люди стоят в очереди за просроченными продуктами получает их по спискам бедным человек считается если доход ее ниже или равен 60 процентам от средней зарплаты таких германии 12 с половиной миллионов население германии до вот этой волны ужасной германия составляла ну порядка 10 лет назад чуть больше 15 лет назад составляла около 80 миллионов человек 10 миллионов из которых были турки турецкого происхождения а вот теперь зато германия призывает всех обездоленных со всего мира каждому беженцу единовременное пособие в 2800 евро а моя стипендия это ее стипендия 1000 евро обставленная мебелью бытовой техникой комната семейная квартира пособие в 390 евро в месяц оплата любого врача оплата языковой школы на лимити на нелимитированный срок пока не будет знать язык будет учиться кстати я тут великобритании думаю пойти на бесплатные курсы которые устроены для иностранцев раз в неделю но я думаю что для меня это будет достаточно имам города эрфурта город эрфурт я знаю классно там когда-то стоял штаб группы войск германии это был крутейший город и этот город я очень люблю там есть памятник гагарина в общем ладно имам города эрфурта требует вести школах уроки ислама для всех учеников министр образования готов к соглашению я к этому возвращаться не буду есть пример голландии где сейчас о нем говорить не будет где этот вопрос решили довольно интеллигентно не буду говорить о бедных евреев которых западной зоне германии огромное количество и если германия по словам э э э германских политиков там в пятидесятым или двадцатым годам свалится в мусульманскую страну бедные евреи nice начнут опять бежать в россии или ну на украину на украину пока нет свежий это вторая . 24 января свежий пример обработки сигнанее по каналу всемпро показали сюжет о скаутах модельных агентств, выезжающих в сибирь где directive называется каждая девушка Говоря о Сибири, ее называли Восточной Европой, подчеркнув, что территория в 30 шанс раз больше Германии, но население в 2 раза меньше. Вот, то есть идет определенное обострение внимания, значит немцев считается любой проживающий на территории Германии, но прав у родившихся здесь больше, чем и приехавшихся. Кстати, думаете ее родству? Ничего подобного. Такое решение приняли на сходке в Бундестае с подачей самой голосистой партии зеленых. Я раньше думал, что партия зеленых это про природу, мать нашу. Оказалось, это партия мусульман Германии. Я наивная чукотская девушка. Бедные немцы, даже жалко их стало. В один день страну отняли. А вот теперь 20 февраля, и это очень серьезно. Это подтверждают многие, вернее, не многие, а некоторые статьи в английских, в немецких журналах, в испанских. Итальянские спецслужбы опубликовали перехваченные разговоры руководителей ИГИЛ. Мы заполним Европу нашими бойцами. Под видом беженцев в Европу переправлены тысячи исламистов. Кто бы сомневался. Кстати, с этим очень серьезно. Почему? Вот это и обозначено, почему молодые прорываются. Посмотрите испанские ролики, как молодежь лезет на стены, как будто им в одно место касторки навалили. Прут вперед, и неважно, на палки полицейских. Кстати, в Испании довольно сложная ситуация, хотя Испания традиционно в чем-то российская. Но я понимаю, что работать долго, пережить диктатуру Франка, найти гражданский компромисс, начать строить страны, а тут такое несчастье пошло нашествие. Вот еще интересно, 4 марта, когда все российские газеты писали бабушке в межисследовании при лежной работе с сотрудником супермаркета, о нем нужно говорить. Короче, что-то там она ездила в транспорте, не платила в Германии строго с проездом. Ну, пенсия 560 евро. Кстати, многие в Великобритании имеют социальное жилье по достижении пенсионного возраста, потому что у них нет денег на оплату своих домов. Ну, Великобритания отдельная история, хотя Великобритания тоже скатывается в сплошной хлам. Значит, немецкий пастор от 6 марта еще хотел зачитать. Ульрих Вагнер предложил предоставлять мужчинам беженцам, ну, в основном африканцам, услуги проституток. Проституция, признанная профессия в Германии, не только в Германии, платишь налоги, занимайся чем хочешь. Беженец получает медицинскую помощь, а почему мы ему отказываем в не менее важной сексуальной помощи? Это пастор евангелистической протестантской церкви. Это она пишет, а как будут рады украинки во всех борделях? Ну, как? Ну, работа есть работа, какая разница, кто тебя мутузит, да? Кто на шоу учился? Поехала в Амбург 15 марта, экзамены, шок прямо с вокзала. Толпы африканцев в модной марочной одежде. Все как один говорят по смартофонам последних моделей. В магазинах постоянно объявляют, чтобы следили за сумками. Какая замечательная жизнь наступила в Германии. Видишь на улице немца и удивляешься. Кстати, мои первые посещения Германии, особенно в восточной зоне, в далеких 90-х, всегда поражали. Немцы говорят, а зачем нам замки? У нас ничего не воруют. Пришли русские, пришли украинцы, появились замки. Кстати, в послевоенной Австрии за вишеньку, сорванную с чужого сада, мне отец рассказывал, он в Австрии служил, могли вспороть брюхо и набить вишнями, и никто не расследовал. Заходили в селах, в городах, в дома военные, боялись что-то брать. Ну, сложное время, но устои и сила, и благополучие Германии, именно или германских вот этих плевен, включая Австрию, заключалось на том, что ни твое не трожь. Нужны деньги, хочешь жить, работай. А вот сейчас, в Европейский Союз, который 500 лет или больше строился на том, что ворам рубил руки, ноги, головы, сейчас просто пошло нашествие, и вряд ли найдутся люди, которые будут законы предков блюсти до сегодняшнего дня. Вот, а вот интересно, 9 апреля молния. Беженцам, якобы высковчившим из-под бомбежек, стало скучно в теплых слеже отремонтированных приютах. Бастуют, перекрывают дороги в Мюнхене, чтобы их перевели в столицы земель. Там дискотеки, там и может знакомиться с немецкими женщинами. Так им и надо, немцам, за всю их ненависть к России. За 27 миллионов наших погибших. Ведь это неправда, что жители Германии раскаялись. Новый тренд, они спасали русских от Сталина-тирана. Все новые фильмы об этом. Хотели славянских рабов? Вот теперь умойтесь, дорогие херы, и идите на работу. Вы теперь будете работать и на славян, и на арабов, и на африканцев. Бог долго ждет. Да, больно бьет. Вот на этом я сейчас свое повествование прекращу. Только лишь для того, что я уже название озвучил. Вот такая карта есть. Почитайте, эта карта была гугловская, лагеря беженцев. Эту карту составляли энтузиасты. И получилось, что эти лагеря расположены в шаговой доступности друг от друга. И их так много, что все уверения, Германия приняла только 77 тысяч беженцев, не соответствует действительности. В Гамбурге в лагеря беженцев провели Wi-Fi бесплатно. Для связи с семьями и друзьями в Африке. Короче, дальше не читаю. Хотите, найдите статью. И прочтите. От этой статьи становится тоскливо. А вот на вот этой карте я остановлюсь. С вами был Константин Перегуда. Канал Кунпере. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Все, что происходит сейчас в Европе, заставляет и толкает к активным действиям каждого трезво мыслящего человека. Вот такие карты беженцев появятся. В Польске, в Польше, в Чехии, в Словении, в Бельгии, в Нидерландах. Ну там особая фигня. Но эти все карты переползут на все оставшееся пространство. Уже решено тысячи беженцев послать в Румынию. Об этом сказал Камерон на своем. Камерон, Камерон. Интересное словосочетание. То есть все страны Европы катятся в хлам. В хлам. И это плата за развязанные североафриканские войны. Ну и расплата Европы, которая отошла от заветов Христа, которая не придерживается большинства заповедей, хотя немцы помогали своими обедками и обносками разваливающимся Советскому Союзу. Все, еще раз пока. С вами был Константин Перегуда и канал Конпере.